Всем привет! Это видео о том, как восстановить доступ к аккаунту социальной сети Одноклассники, узнать утерянный логин и пароль, как прочитать историю чатов и переписку или получить хоть какую-то информацию из него, если доступ утерян окончательно. Хочу сразу же оговорить, что мы никого не призываем никаким противоправным действиям. Речь пойдет не о каком-то хакерском взломе о том, что может сделать обычный пользователь на домашнем или рабочем ПК, в случае утери доступа к аккаунту Одноклассники и необходимости его восстановить. Теоретически, прочитать содержимое писем в социальной сети можно только изнутри самого аккаунта пользователя. Тем не менее, я вам покажу несколько способов, с помощью которых можно получить доступ к перепискам пользователя Одноклассники, истории поиска и посещенных страниц. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, способ первый – это получить доступ к аккаунту пользователя Одноклассники, после чего просто ознакомиться с нужной информацией, перепиской или чатами. Как это сделать? Допустим, есть компьютер, которым пользуется человек, к аккаунту которого нам необходимо получить доступ. Запускаем данные ПК. Если у вас есть доступ к нужной учетке, вы знаете пароль или он не установлен, отлично, заходите в нее. Если доступа к такой учетной записи у вас нет, не расстраивайтесь. В нее можно войти и без пароля. О том, как войти в Windows, не зная установленный на вход в учетную запись пароль, сбросить или взломать его, у нас есть отдельное видео. Ссылку на него я оставляю в описании. После того, как вы вошли в компьютер нужного вам человека, запустите Hetman Internet Spy. Ссылка на страницу для скачивания программы будет в описании. Выберите «Анализ системы». После его окончания выбираем нашего пользователя. Обратите внимание на следующий момент. Для получения доступа к регистрационным данным аккаунтов пользователя в соцсетях, желательно войти в Windows из учетной записи, которой пользуется данный человек. Это имеет значение, так как система не предоставляет доступа к некоторым учетным данным и паролям от одной учетной записи для другой. Браузер для анализа. Для этого необходимо проанализировать именно используемый пользователем браузер. Чтобы узнать его, перейдите в «Параметры Windows» «Приложения» «Приложения по умолчанию». В строчке «Веб-браузер» вы увидите установленный по умолчанию. Обычно это тот, который и используется как основной. Запускаем анализ браузера. Но вы можете и поочередно проанализировать все доступные браузеры, пока не обнаружите тот, в котором есть нужная информация. Какие же данные нам отобразила программа после окончания анализа браузера? Нам стала доступна полная история интернет-серфинга проанализированного пользователя. Вся она в хронологическом порядке отображена в меню «История». Здесь много данных. Первым, что нужно проверить, если необходимо получить доступ к аккаунту пользователя-одноклассники, это смогла ли программа вытащить пароль от него. Для этого переходим в меню «Пароли». Здесь отображены все зафиксированные браузером логины и пароли, в том числе и от «Одноклассники». Если вы здесь увидите пароль от желаемого аккаунта «Одноклассники», отлично. Просто переходим к нему и вводим этот пароль. В таком случае все, доступ получен. Можете перейти и ознакомиться со всеми чатами и переписками, а также обсуждениями, оповещениями и так далее. Но если все-таки интересующий вас человек на данном ПК не использует «Одноклассники» или программа не отобразила данные по его аккаунту или пароль, но в Internet Spy видны логины и пароль от почтовых аккаунтов, которые наверняка использует данный пользователь, то, возможно, один из них является имейлом, к которому привязан нужный вам аккаунт в «Одноклассниках». Это будет второй способ, как этим воспользоваться. Аккаунт каждого пользователя «Одноклассники», как правило, привязан к электронной почте, на которую отправляются оповещения о событиях вашего аккаунта, в том числе и о личных сообщениях. То есть пользователь, получая сообщение в «Одноклассники», получает уведомление о нем себе на электронку. Соответственно, получив доступ к электронке такого пользователя, вы сможете ознакомиться с входящими сообщениями пользователя в «Одноклассники». Обратите внимание, в некоторых почтовых сервисах такие сообщения попадают не в общую почту, а в закладку «Соцсети». Итак, вы можете точно убедиться, что это именно нужный вам, привязанный к «Одноклассникам» почтовый ящик. Очень детальное видео о том, как получить доступ к email другого пользователя у нас уже есть. Смотрите его по ссылке в описании. Получив доступ к электронной почте пользователя, вы без никаких проблем можете сбросить пароль от привязанного аккаунта «Одноклассники». Для этого перейдите на страницу ok.ru с любого компьютера и вместо ввода логина и пароля кликните по ссылке «Забыли пароль». Выберите способ восстановления «Почта». Введите известные вам привязанные к аккаунту пользователя адрес электронной почты. Выберите способ отправки кода «На почту». Отправить код. В результате на указанную электронку будет отправлен код восстановления доступа к аккаунту «Одноклассники». Скопируйте и введите его в указанное поле. Подтвердить. Установите новый пароль. Сохранить. Все, нужный аккаунт полностью в вашем распоряжении. Или даже еще проще. Достаточно залогиниться в почте пользователя, если это Gmail или Mail.ru. И вы сможете войти в связанный с данным почтовым адресом аккаунт пользователя «Одноклассники» простым нажатием соответствующей иконки. Или таким же образом через Facebook. О том, как получить доступ к аккаунту другого пользователя Facebook, у нас есть отдельное видео. Смотрите по ссылке в описании. И кстати, еще одно важное наблюдение. Если программа не определила пароль от нужного аккаунта пользователя «Одноклассники» или привязанного почтового ящика, но вы видите, что в других ящиках или аккаунтах сайтов или социальных сетей, которые отобразила Hetman Internet Spy, есть повторяющийся пароль, то велика вероятность того, что он используется данным человеком и для своего аккаунта в «Одноклассниках». Попробуйте войти в него с помощью такого пароля. Пользователи часто используют один и тот же пароль для аккаунтов на разных ресурсах. Дальше. Может также быть, что в данном меню не будут отображены пароли от почтовых ящиков и аккаунтов пользователя в социальных сетях. Знайте, если пароль на вход Windows предварительно сброшен вами, то программа вам не отобразит пароли от аккаунтов данного пользователя. Это связано с системой безопасности Microsoft. В таком случае установите пароль на данную учетку пользователя в Windows и перезагрузите систему. Для этого перейдите в панель «Управление», «Учетные записи пользователей», «Управление другой учетной записью». Выберите данную учетку, «Создать пароль» или «Параметры», «Учетные записи», «Параметры входа», «Пароль», «Добавить». После этого снова проанализируйте систему с Internet Spy. В результате пароли к обнаруженным учетным записям отобразятся. Ну и в случае, если получить доступ к нужному аккаунту социальной сети или привязанной к ней электронной почте у вас по какой-то причине не получилось, вам остается последний способ. С его помощью вы сможете получить информацию о действиях пользователя в Одноклассниках, посмотреть посещенные страницы, а также увидеть факт получения сообщений и логины пользователей, от которых они были получены в Одноклассниках. Для этого перейдите в меню «Hatman Internet Spy» «История», «Вкладка почта». Здесь отображается вся имейл-переписка, которая осуществлена с использованием любой почты с данного браузера. Она отображена в хронологическом порядке. Internet Spy отображает заголовки всех возможных писем, с какого или на какой почтовый ящик было отправлено сообщение, в том числе и уведомление о получении сообщения в Одноклассниках. Так мы видим, от кого и когда и какое было получено сообщение в Одноклассниках. Перейдя на вкладку «Визиты», информацию по Одноклассникам вы сможете определить по соответствующей иконке социальной сети. В столбике заголовок видны заголовки всех посещенных страниц социальной сети. Была ли это страница какого-то пользователя, поисковый запрос и так далее. Только из этого уже можно понять, чем человек занимался в Одноклассниках и с кем общался. Ведь иногда, чтобы написать пользователю сообщение, необходимо перейти на его страницу. Кликнув на одном из сообщений с иконкой Одноклассников, в окне программы справа вы получите полную раскладку по посещениям данной социальной сети. Обратите внимание на строчки с заголовками в виде ok.ru, Profile и ID аккаунта. Это ID посещенного аккаунта, а часто именно того, с которым осуществлялась переписка. Чтобы узнать, с кем был диалог, смотрим его URL-адрес или ID аккаунта и переходим по данной ссылке. Это и будет человек, с которым производилась переписка. И просмотреть его страницу можно даже, если вы не залогинены в Одноклассниках. При желании все обнаруженные программы и данные можно экспортировать в файл удобного вам формата. Если же вы не собираетесь взламывать никакие аккаунты пользователей, программа всегда может вам пригодиться для того, чтобы в любой момент восстановить свой забытый или утерянный пароль. Посмотреть систематизированную историю посещений пользователя в интернете. Ну и на всякий случай читайте нашу статью о том, как определить взлом пользователя в Одноклассниках, восстановить доступ или удалить профиль. Ссылка в описании. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было полезным для вас. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Жмите на колокольчик, если хотите быть в курсе наших новых роликов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.